Год тому назад, где-то в феврале, в марте, начали работу над тремя клипами и закончили их только сейчас. А клип Василия, он, как бы это первый клип в истории ДДТ, который снимался в Москве. И это очень интересно, наверное. И здесь стилистика, такая московская школа, да, в виде. Обычно мы работали с питерцами. Кино – это творчество коллективное, естественно, а не одиночки. Поэтому у нас работает целая кинокомпания, так скажем. Ну, это я громко говорю. Это мой брат, оператор Сергей Бледнов, режиссер Олег Степченко, он же и художник, очень хороший. Это прекрасный, удивительный наш директор Леонид. Его тоже можно назвать, потому что достать то, что нужно было для клипа и договориться – это очень большая работа. У нас там снималась собака, снимался актер, снимался врач. Театр на Таганке, да? Да, актер театра на Таганке. Снимался врач, настоящий глазной хирург, который с удовольствием это делал. А какая получилась работа – это, конечно, судить не нам. Судить, да, зрителям, слушателям. Но песня, она достаточно известная уже. Ну, что еще? Ну, всем спасибо большое. Нет, еще я хочу сказать, что ребята сейчас не так хорошо у живой музыки и у живых музыкантов с финансами. И ребята сработали его фактически без гонораров. То есть, и большое спасибо. Вот, и клип получился по деньгам достаточно малобюджетный. Это тоже радует. Хотя кадры и планы там, работа была очень серьезная. Расстреляли рассветами память, вредущую в море. Исходили всю воду, а берега до сих пор нет. Поменяли, не глядя на правду, свободную воду. Да пошли фонари, не познав, где кончается свет. И я не сплю, мое время, как смертник скребет по бумаге. Я в конечне для птиц, я в плену отношений к окну. У бездомного пса видишь больше ходячей отваги. Как подняв свою лапу, он лечит больную страну. Сколько веры в огне, сколько верности в тающем снеге. Как темно я в аду, и в запазу брата Христа. Ты бросаешь цветы на могилу, закутавшись в неге. Я лечу, как солдат, и в счастье с гнилого моста. Съели жизнь в одночасье, десерт, как всегда, будет голод. Мы бросали слова в рок-н-ролл, как незрячих щенков. Рано утром в тумане теплом отражается холод. Блеск ненужных и статус в уценку счастливых подков. Я не знаю, как жить, если смерть станет вдруг невозможной. Память вырвать непросто, как выключить песню в дождь. Имена на дверях, перелистывая, осторожно. Не заметишь, как надо в гербаре выскользнуть почту. Раздарился по сердцу, к себе ничего не оставил. Чьи-то звезды вокруг, а мои перекрестки пусты. Вот и кончился бал, я последнее в брюки заправил. Мой поклонникам вместо авторга ставим кресты. Золотая луна, цвета с белого, зрелого яда. Как стрелок за окном, целит мне балаганную грудь. Все года по домам провожаю последнего взгляда. Твоя вечная цена и заболняет и наши чуть-чуть. Золотая луна, цвета с белого, зрелого яда. 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 Ребята, одно могу сказать, не рубитесь в рок-н-ролл, если он вам служит только лишь для того, чтобы создать такое обывательское счастье, мещанское. Ну вот я некоторые группы монстровые такие наши наблюдаю, и чего они добились? Обывательского, мещанского счастья, разве стоило душиться? Уже лучше идти в попсу сразу. Вот что бы я мог сказать. Поэтому молодежи я предлагаю просто как бы петь от души, если вы уже начали вы это дело, так и продолжайте. А музыку никуда она не денется, конечно, пока жив человек, она будет звучать. Мы работали над программой «Это все», это был конец 93-го, начало 94-го года. Мы с Толиком поработали месяц-полтора, очень много музыкальных идей он внес в эту программу. Замечательный парень. Когда Толик играл на бас-гитаре, больше ничего не хотелось слушать. И не нужно было уже ни ударных, ни гитар. И Толик, он был больше, чем музыкант. Это мне всегда в нем нравилось. Он был больше, чем музыкант, чем просто рок-музыкант. Больше был. Гораздо больше. Он не втискивался в эти рамки, Толик, да. За это мы его помним и любим. Тюздец, 9.45 п.м. Я хочу тебе сказать. Я влюблен. Я побежден, я бит. И ты права, а я опять все сделал не так. Все свое зло с нами, ты снова будешь срывать. Не всех и все расставлять по местам. Всегда ты лучше знала, что и как не делать, где и с кем, зачем и когда. А я устал, прости я. Мне надоело быть неправым во всем и всегда. Таящий снег и облака Запахи звезд, летний закат Я отдаю это тебе Ну а теперь все и пока Или прости, или пойми Мы как в бою были одни Ну а теперь все и прощай Ведь даже в раю Бывают холодные идеи И я порой тебя так сильно ненавидел Что готов был даже любить И очень часто я Любил тебя так сильно, что хотел бы просто любить Ты говорила мне, что я уже большой И что палять дурака перестал Ты говорила мне, что болен я душой А я не болен, я просто устал Бойщий снег и облака Запахи звезд, летний закат Я отдаю это тебе Ну а теперь все и пока Или прости, или пойми Мы как в бою были одни Ну а теперь все и прощай Ведь даже в раю Бывают холодные дни Таящий снег при облаках Запахи звезд, летний закат Я отдаю это тебе Я отдаю это тебе Ну а теперь все и пока Или прости, или пойми Мы как в бою были одни Ну а теперь все и прощай Ведь даже в раю Бывают холодные дни Таящий снег и облака Запахи звезд, летний закат Я отдаю это тебе Я отдаю это тебе Ну а теперь все и пока Или прости, или пойми Мы как в раю были одни Ну а теперь все и прощай Ведь даже в раю Бывают холодные дни Я отдаю это тебе Продолжение следует...